итак в прошлом видео мы собрались ехать в венгард у нас тут короче ну людоловый почти уже ожили у нас есть тут хельгийские коны и лучники наемники и мы сейчас поедем венгард и по дороге венгард мы может быть встретим какой-нибудь небольшой хельгийский отряд который тоже разгромим ой по дороге в шарис венгард говорю ну джейк построили мельницу меня не особо это интересует одно летчики у нас есть хельгийский который бы надо бы половить кишиктены эмбергены хельгийские всадники коны и сестра меча бахадур тяжелый арбалетчик наемные коны и лучники младшей дружине где-то они участвовали в битве с каким-то вирским лордом сдавайся алюмри атаковать посадим вверху тоже посадим здесь в этом моде они отлично садятся на лошадей если убили их не лошадь прекрасно прям что мне не нравится допустим профессион там конец и команду не команду и не очень плохо садятся на лошадей тренироваться стрельбе из лука потому что гоняться за хритами очень-очень тяжело очень поворотливые такие что так вот хорошо попал вот эти вот это это конечно еще наверно я не знаю где-то из дипломатии это дипломатии дипломатии или из дипломатии или из натива вот это вот падение боевого духа вот это вот при встрече с другим отрядом мы уже показывал это это и конечно можно несколько портит картину надо было чтобы дух падал бы поменьше все таки это как-то так продолжить ну вот мы взяли тут мергенов конного лучника кешик тена крестьянин всадник и сестра меча с водийский тяжелый арбалетчик наемный конный лучник и младший дружинник готово доступ к вещам есть лук хиргитского мергена я же говорил этих луков будет полно в свое время кирийский щит в общем кирийский щит нам уже не нужен но это все на продажу конечно что тут продавать у нас тут уже все давно забито можно было конечно додуматься перри это самое переложить кому-то в эти вещи в этот самый не додуматься до этого поэтому лут пришлось бросить он сибула опять потерпел поражение недавно он потерпел поражение от нас и опять потерпел поражение трудоки воюют с ранидами караван можно было поторговать сваде и радуки заключили мир да я хочу торговать с тобой продолжить и мы поторгуем с ними хиргитские охотничьи лошадей отдадим сколько нам этих лошадей надо плохо что здесь нельзя у караванов покупать какую-нибудь еду например было бы очень хорошо хотя в принципе еды хватает и в городах и можно еще ограбить чей-то караван если ты с ними воюешь продолжить продолжить и мы шарист радун попадает королевство нордов короче жизнь идет да значите будем управлять гарнизоном и отдадим значит этих вот караульный крестьянин там садник сестра меча не дадим их значит всех а этих продадим младшего дружинника дадим наемного конного лучника оставим ну ладно сараницкого тоже отдадим оруженосца дадим наемный конный лучник чуть повыше и будет он у нас конным стрелком готово посетим таверну где продадим пленных в первую очередь и значит наймем несколько пленных мэргены кешиктенов продадим и продадим кирийского конного лучника наймем у него значит бойцов и возьмем охранников карабанов насмотрщиков за рабами ну зачем они нам горожанок нанять ну в общем они нам не нужны горожанина тоже готово так прощай я тебя должен покинуть он стоит разведчик он нам не нужен сейчас так уйти нам нужны эти самые людоловые что-то у нас большой расход людолов охранник каравана поговорить хватит охранять чужое барахло то мы гарнизон и отдаем сюда насмотрщиков за рабами так у нас здесь есть наемные конные лучники тяжелые арбалетчики меткие лучники вигирские тяжелые арбалетчики оружиеборцы копеносцы грабители караванов мы тоже возьмем и тоже они будут конными лучниками конными стрелками выше так вот их всех и у нас будет уже такая армия карахиргиты ну карахиргиты пусть пока посидят здесь вот и дадим этих карахиргитов с ними мне не особо понятно они с луками с копьями разбери поймешь кто они такие северные арабские пираты наемные всадники вольные стрелыки ушкольники молодые так хоскарлы ножский тяжелый гладник тяжелый всадник сестра меча конный страж конный страж тоже какой-то непонятный пусть будет тоже пока сидит здесь у нас значит есть что у нас тут есть больше у нас тут ничего нету у нас тут есть конные арбалетчики ого ну пусть тоже будут пока охотники за караванами сараницкие дезертиры конные налетчики конные налетчики конные налетчики то естественно будет конным стрелком потому что он лучник коны так охотники за караванами я не уверен что у них есть луки я думаю что это все таки конница поэтому мы их отдадим хотя ради Бога почему мы будем отдавать их и сараницкие дезертиры тоже вон они конные будут конными стрелками ну бьют их и бьют у нас зато есть вон конные арбалетчики целая куча конных арбалетчиков тоже наверное конные стрелки готово и значит мы пойдем на рыночную площадь вторую с оружием что тут у нас есть усиленный щит сестры меча нам не нужен усиленный элитный боевой лук это все такое дело у нас такого хватает двушипные стрелы тут стрелы простые а мы все продали вон оно что назад значит в повремя лошадях благородных лошадей нету тогда с разными товарами и мы здесь купим оливки сушеное мясо и копченую рыбу и яблоки может быть еще возьмем весь хлеб заберем а что нет так назад уйти отряд все таки надо проверить у наших ребятах что у них там жасуса конора и стивена а ну-ка жасус поговорить с тобой на твое вооружение снаряжение лук хиргидского эмергена так конор поговорить с тобой на твое вооружение снаряжение хиргидский лук лук хиргидского эмергена дадим ему а лошадь у него уже есть так ну все назад не важно и здесь мы значит посмотрим еще у стивена что у нас у стивена говорить стивена на выражение лук хиргидского эмергена и теперь мы значит к хане хана поговорить с тобой интуивное вущество у нее тут есть значит вот это вот все хиргидский лук нам не нужен мы его будем продавать и посмотрим что там муха на лук хиргидского эмергена молли поговорим с молли готовы снаряжение лук хиргидского эмергена нам только надо для молли найти значит рыцарскую лошадь все но это пока мы не будем воевать или с радоками или с свадами так все отряд вообще-то вполне готов к бою чуть-чуть там покоцанный но ничего мы сейчас это самое по дороге как-то трое с доспехами и мы тут ему короче отдадим этот хиргидский лук пластинчатый так 35 тут такие доспехи которые у нас собственно говоря есть и нам не нужны сейчас назад вернуться ну вроде все вроде все сколько у нас людей осталось 2200 человек ради бога попробуем же опять повоевать с хиргидами ждем ждем фerv articles будем воевать с хиргид женимся будем думать уже о взятии этих самых. Вообще-то надо посмотреть, кому принадлежат эти деревни. Дибайн. Заметки. Боярин Брача. Боярин Брача Божек и Дибайн. Он к нам относится хорошо. Леди Валка и его сестра. Хаба. Заметки. Еще никому не принадлежит. И Айна Сауди. Заметки. Боярин Рудин. Ему принадлежит Сумбуя и Айна Сауди. Он относится к нам нормально. Нам надо или Брача, или Рудин. Скорее всего, Брача. Мы поменяли бы Джаек на этот самый. А ну-ка посмотрим по благосостоянию. Богатый Дибайн. А что у нас Джаек? Заметки. Средний. Не захочет Брача, значит, это самое. Не хватит, я думаю, плюс 10. А ну-ка, Ана Сауди. Заметки. Богатый. А Джаек средний у нас. Почему-то. Да. Надо бы съездить в Джаек, чтобы он построить, чтобы он стал богатым. Так, Айден у нас переходит на 19 уровень. Айден. Поговорим с Айденом. О твоих навыках, Айден. Ну что, 14 ловкости, Майден дадим. Мы что ему дадим, Атлетику дадим, Айдену. Все. И опять вот это вот. Надо ловкости побольше, там что, лошади. Готово. Хотелось бы иметь деревню поблизости в Саризу. Они где-то на другом конце карты. Вот у нас карабан, который попадает. Не, он все-таки спрячется в замке. Замок Унуздак. 260 кишиктенов, 200 мергенов. Отлично. Трудно будет взять замок Унуздак. Да, посмотрим, что у нас в замке Ухун делается. Хармар патруль этот бегает к сумасшедшей. Мы его все равно не догоним, поэтому гнаться не будем. Замок Ухун. Нас бы тоже, конечно, меня бы вполне устроил, потому что близко к Хенгарту. Так, замок Ухун. Ну, тут свадийский тяжелых всадников, 68 человек. Тяжелых мечников, 131. Сержант 1. Метких арбалетчиков свадийских, 249. А, всего-навсего. Замки здесь брать, большая задача, достаточно сложная. Опять придется проводить какую-то операцию. Как с Шаризом. Урубай. Дун-душ набирает людей. Уже сидит, потому что некого брать уже, у него мало осталось людей. Умурда. Урубай. Ну, Урубай, наверное, бежит за Рафарчем. И Мирза. У Мирзы даже свадийские тяжелые всадники есть. Сустрый мечар, болельщики. Не очень хорошо. Зато у него есть 2 гридня. У Мирзы есть 2 гридня. Мне надо так умудриться, чтобы по одному их разбить. Я, наверное, подожду. Посмотрю, что они будут делать. Мне нужен Мирза. А Мирза у нас значит, владелец замка Унусдак. Мирза попутешествовал и прекрасно. Сейчас мы так вещей у нас нету. Сейчас мы разобьем И Мирза, потом догоним караван. Я так думаю. Нам нужны гридни. И старшие дружники тоже не помешают. Мы снова встретились. А когда мы с ним встречались... Ага. Ну давай, Мирза, сдавайся. Грязное ничтожество я. Да ты сдавайся. Ага. А, и значит, мы посадим стрелков. И стрелков мы тоже посадим веками. Да. Можно было построить, наверное, тяжелых стрелков. Хотя нет, я думаю, что они все-таки не Мирза по лучшему дарам молит. Забили. Заснили. Займы. 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 Попал. Займы. толпой мне сзади здесь не так как в других модах таких продвинутых типа профессию пендера где там урон сумасшедшего этих там как ведь их называть но лучше одним ударом там любого рыцаря убивают здесь более-менее сбалансированная если у тебя на тебе на где-то гоняю бронированный так он меня ударил тут такие выживанные на последовавшего на там такое груди броня рыцарская а урон как груди по картонному ящик топору а а а а а Продолжение следует... 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 это обязательно же обязательно оружие кинжал это обязательно оружие для вспомогательный ну так убили 76 ранили 46 тоже такие серьезные ну не очень серьезные конечно не ерунда мы потерю понесли вот у нас есть тут вообще свадийский рыцарь у нас есть два гриня это у нас будет три благородных значит этих самых ну вот старший дружинник младший дружинник наемный конный лучник это хорошо ну копеносец тяжелый мечник нормально ну свадийский мечник свадийский тяжелый пехотинец и свадийский сажан тут ребята которые мы кому-нибудь отдадим ну в смысле в наем на свадийский тяжелый всадник и тяжелые арбалечья готова доступ к вещам не к чему у нас тут доступ тут у нас короче так такой себе доступ таким себе кстати свинью все-таки съели в первую очередь это в наверно правда свиньи нету все свинья съедена и это хорошо это значит будем о большой кавалерийской копью это хорошо лук хиридского мергена о-о-о-о мы хорошо это хорошие вещи которые нам нужны с этого и мирзы хиридский сахахун латные сапоги неплохо тоже у нас не особо много латных сапог остальное все мы будем продавать ведро это с прорезями вот эти шапки у нас их полно всего это такого уже нам не надо это мы все будем продавать собрать 14 из 19 вещей так посмотрим на вещи и значит разбросаем копьё копьё это хорошо назад отряд и значит кому-то нам у нас копья не было ава поговорить с авой о твоих навыках ава и вот у девятнадцать ловкости и мы все начать будем владение оружием как минимум ей на 21 ловкости чтобы владение оружием было семерка чтобы она начала развиваться больше трех в трехсот а то и значит и значит 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 нам надо кому-то сбросить то что у нас есть света наверно будет же опять да сон поговорить с до соном на твое имущество до сон щитовый шапок у нас полно нам это не надо вот одноручный рыцарский топор кавалерийское копье и значит эти самые а это все мы уже дадим ну не знаю кому дать жасусу или хани или жасусу наверно скорее всего жасусу ну допустим нам уже хирийские луки вряд ли понадобятся мы их продадим но не нужны нам это шапки вот эти вот красные есть за 50 на 50 надо продать все не нужны нам уже эти вот эти вот эти самые так луки этой лошади нам эти особо не нужны уже зачем их набираю ну ладно будем потихоньку все продавать готово и теперь мы должны догнать караван где-то был караван еще не там добивают улафа собираться со всех сторон дун душ он пожалуйста дун душ уже набрал 7 нукеров 30 миллионов и 70 кишек тенов и всего на всего у него 120 человек тебе дун душ ну где этот караван куда он побежал куда-то наверно поехал в эту сторону караван я так думаю может и в ту улафа они сейчас разберут конечно дело такое так и мы сразу 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 чтобы исключить значит свадийский рыцарь поговорим со свадийским рыцарем а вот так вот у нас есть благородный гвардеец и то же самое мы проделаем с гриднем так еще один гридень поварить ну все три тысячи у нас есть три благородных гвардеец а так вот мы их прилюдил двоями здесь у нас есть старшие дружинники поговорить с ними так затенье стать наемником у нас есть кон и наемники непонятно зачем им эти каких самые бердыши которые не по-моему нельзя использовать верхом вот так вот ниже людового наемника вот местника вот этих вот тяжелый копееносец младший дружинник тяжелого местника оставим а свадов надо какому каравану пихануть свады не нужны и они неплохие но они свады я же говорю с ними будет если сейчас объявил войну как с саранидами через три секунды они уже них упадет боевой дух и они значит все кто это вообще да это военный отряд причем из каравана здесь нет вот этого хирийского и они сразу же убегут они сразу же скажут что покинут отряд хирийское канство заключили торговый договор перемирие между вегирами и саранидами подошло к концу перемирие между нордами и радоками подошло к концу я говорю здесь в этом моде нету я ни разу не встречал такого времени чтоб не было войны вообще кто-то с кем-то воюет постоянно если других модах бывает такое время что войны нету там да допустим то в этом моде нет здесь такого периода нету кто-то с кем-то воюет постоянно несколько пленных хочу продать и это значит кешиктены нукеры мэргены судейские тяжелые усадники тяжелого арбалетчика ну не знаю он один тащите вот а пусть болтается все и на рыночную площадь торгуют с лошадьми резвый резвый вегирский мы здесь были да торгуют с оружием значит не продадим торгуются оружием это все надо было конечно продать каравану все-таки каравану торговцев день не кончается у каравана нет это понял успехами 39 благородные железные поножи у меня 37 толстые ладные сапоги ладные сапоги или благородные поножи не знаю лучше давайте благородные железные померяем ну-ка это поножи ладные сапоги если благородные то наверно будут 41 я так думаю на ну стоят они будут соответственно если благородные сапоги то тридцать четыре тысячи то ради бога у меня и 449 тысяч 908 покупаем а это дадим кому-нибудь дадим так лагерь повозка с походным арсеналом здесь у нас этот шлем кинем туда вот этот шлем вот этот шлем нужны они здесь эти шлемы остальные болты эти сколько мне этих шлемов надо них целая куча надо их продать наверное эти шлемы скорее всего такие сделали продам их инструменты это самое надо отвести шерист так возьмем еще одну свинину еще раз исправим а шлемы продадим тоже тревоги на рыночную площадь торгую с доспехами и продадим здесь шлемы отлично изношенный шлем сестры меча нам не нужен вернуться уйти так отряд ну вот этих сводиться надо продать сдать на емках каравана поедем опять в херетию и там сдадим кому-нибудь конунг раннер железная пята с отрядом у него один атаман 53 хус карла 26 бронированных и секир щиков 3 кун норских бронированных лучников 199 человек твою мать по моему мнению в этом моде норские бронированные лучники это самая лучшая пехота самая лучшая мало того что они прекрасно стреляют они еще прекрасно машут топорами прямо и таки упертые ребятки не знаю где найти какой-нибудь караван какой-то сводийский или сараницкий и впихнуть им этих сводов нам не нужны благородные эти самые гвардейцы поэтому мы отвезем их венгард благородные гвардейцы нам нужны будут когда мы будем биться с радоками в поле и со свадами так управлять гарнизонами у нас благородных гвардейцев немного 23 человека это не много это был момент когда у меня было больше 20 гвардейцев и их очень быстро потерял очень быстро в 26 у нас это младший дружинник опиносец тяжелый мечник но это все таки ребята вегирский конный наемник а то день вегирский конных наемников нишу у нас есть у нас есть сараницкий дезертиры а тут я по моему всех уже забрал этих как их называют конных лучников вегирский так сараницкий по моему всех забрал я не знаю я не помню уже вегирский наемный стрелок так гвардейцев личного круга блудницы дудоловы конные воины хиридские конные наемники свадийские командиры отрядов конные разведчики то возьмем конных разведчиков несколько пусть будут конные разведчики значит есть радокский караван сейчас мы ему отдадим свадов этому радокскому каравану у нас вещей нету не вещей у нас нет ничего давать так наем нескольких воинов свадийский мечников двоих наем нескольких воинов свадийский тяжелый пехотинец один и у нескольких воинов свадийский сержант четверо почти две тысячи 1880 нормально так все всех грабители охотник и дало тяжелый мечник то эти тяжелого мечника дадим еще за 235 так конный лучник наемник разведчик копеносец младший дружинник сараницкий конный налетчик на охотник за караванами грабитель караванов ли удало все я передумал уйти это у нас в шаризе остались эти самые карахиргиты все поехали шаризе у нас остались карахиргиты надо было попробовать использовать против хиргитов в общем то собственно говоря конных лучников в общем но еще против саранидов можно использовать против этих самых радоков и свадов они уже малоэффективны и практически неэффективны против значит этих самых нордов все таки там пехота это понятно что там этой пехоте и до задницы ваши конные лучники вот так и у нас дун душ вот опять скачет уже сейчас будет опять бежать от меня да у меня почти ну такая армия немножко побитая тирида тут сидит вот уже 294 человека в замке остается потому что постоянно значит какая там деревня заметки загушек он постоянно ограблены его постоянно грабят причем какими толпами подкрепление не подходит и вот у него уже 200 если бы не строить бы башню можно было попробовать атаковать здесь настроить башню так а кто у нас там самый большой инженер инженерия у нас молли пятерочка готово надо кому-то добавить инженерию нужен инженер так наверно мы опять дун душа ляпнем правда есть еще урубай вот а тут они все сейчас присоединятся давайте нападем душа судру сурдун хаеда граф митю попал ты дун душа приятно вас видеть да жалко такой нагибный набирает набирать ну ладно дун душ дважды не повторяю но не могу с 1354 бойца против его 95 попал ты популярен дун душ ну давай наши конец вообще нет ну все таки мы скомандуем все иконным стрелкам значит скомандуем все сверху тяжелых стрелков мы значит позовем за собой кто-то у нас пехота ну и пехоту давайте за собой позовем посмотрим кто-то у нас еще пехота неужели то меня пехота здесь на против свадов конечно им тяжело такой огромной толпе свадов тут одних рыцарями на куча так кто-то у нас так он и стрелков у нас четверо так вот они все наши стрелки четверо до четверо них тоже нас пехота пехота наверно это я на следую сам за собой следую не можешь пехотинец далеко убежать дальше делать начнет никакой пехоты за пехоту меня считать ну давайте тяжелые стрелки значит в атаку атаку Квайеров правда убивают кишек, ну ничего себе, всадников убивают нукер, наааа Свадийские рыцари, свайеры убивают кишектенов, нааа, свады сейчас награбятся и нормально у них все будет с войсками, там по-моему еще два человека выбило, выбило из их организации два или сколько там было в прошлых сериях что они там были, блядь, бери там, ну что значит, оживляю Топорилая машина что, хе, хе, хе нет, нет, хе, да я, сломаю не будь я ничего не буду вместе смотреть не поглушали 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 в общем я же говорю что у них хиргитов гонится шустрая с ней такой гонится тяжелой корпус это вообще-то и исторически так было значит сержанты появились только в результате того в этих рыцарских духовных этих орденах только в результате того что они не могли бороться тяжелые рыцари не могли бороться с этой самой легкой будем говорить арабской поэтому это был введен институт сержантов сержанты сержанты это были в основном ну не в основном а это были наемные конные лучники ну в общем конница легкая конница сержанты а значит и кто там еще я не помню конкретно сейчас надо уточнять по-моему по-моему это ну да это по-моему там при по-моему 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 и ранены и ранены а рыцари нет не потеряли ни одного по-моему атаковать одну из квайеров по-моему 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 лет пеший да это неправильно не было пеших сержантов ну вообще-то так да дундуш да не условно бились сколько можно то вот дундуша в плен брать иди уже дундуш такой простой такой наивный так вот лук мергена у нас еще есть вот это все доспехи это конечно нам не надо уже т.к. он уже дело такое не особо он нам нужен так что там подъедает свининку правда правда в первую очередь съедается то что сверху так собрать 30 из 32 вещей что там у нас есть и значит у нас опять отряд и мы значит у натали натали поговорить с тобой о твоих навыках 11 силы 4 ловкости готова неважно а шо я подумал готова вещи лук хиргидского маргена лук хиргидского маргена 29 у нас код требует мощный выстрел 55 у них всех четверка мощный выстрел ну ладно может докачаем до этого самого поменяем 29 90 сколько же боевой лук интересно ну-ка сравним с кем-нибудь с авой сравним с авой сравним а во на твое вооружение снаряжение у боевой 26 99 85 а здесь 29 99 и скорость 88 получше этот лук но она не может его взять да неважно и мы короче этот лук сбросим у ханы мы хранили у кого на твоему счету да у ханы сбросим этот лук все остальное все продадим кризис кисть красный сбросим синий возьмем может понадобится тут там синий красный набирать этих щиту шум имеем что мы потеряли да забирали по моему 26 хиргидских конных лучников наемников уже остался 21 удалову 70 но правда осталось 69 дезертиров было трое ну короче так вот потихоньку потихоньку подбивается армия но это только одна фактически одна битва марка это самая так если это сколько их тут маленькая битва была здесь в этой битве только четыре лучника наших участок нам свады ребятки грозные но если их оставить в покое ладно едем куда нам ехать пожалуйста карабан скачет куда ты скачешь карабан но киркишик тен я его не догоню но скорость большая больше семерки опять мне надо куда-то ехать я поеду наверно в Дерим поеду надо продавать эти вещества все или караван какой-то встретить или в Дерим ехать ну да рейс переходит на пятнадцатый уровень София переходит на пятнадцатый уровень в общем это не дело что каждый раз после каждой надо что то наверное сейчас сброшу кому-нибудь то вернуться но все равно отряду надо немножко восстановиться так что ты можешь рассказать о своих навыках 13 силы у ней готова неважно и у Софии будет точно так же о своих навыках у ней 13 сил и все неважно жасус ниже всех этих ребят конор ниже всех этих ребят и стивен ниже всех этих ребят все то сохранимся ну тут в общем то и нечего восстанавливаться ну да ладно уже собрался ехать тоже буду ехать на самом деле не обязательно это было можно было бы скинуть кому-нибудь в инвентарь все это и потом продать при случай ну да ладно уже в этот раз я уже так сделаю пусть будет уже так уже следующий раз буду все собирать в инвентарь ну как раз и рудинг едет а ну давай рудинг попробуем поменять значит он не согласится так меня вент я бы рено это владелец умбуя и айн а сауди мне сказали так ну вы его отпустили так вот такое благородство нам только на пользу 33 ну может быть да давайте так я хотел бы вас кое-что спросить вам было бы интересно поменяться феодами но если великий его не возражать мы были какой феод вы имеете ввиду айна сауди а что он предложить замен джаек я не желаю обменивать богатый феод на то что гораздо беднее он правильно жарит но он не будет это самое обменивать этот и другой не согласятся потому что там богатый а этот средний или какой там да ну не хочешь не хочешь ладно ради бога я не против так значит посетим таверну там пара пленных у нас есть которых можно продать сейчас мы хозяин таверны несколько пленных я хочу их продать одного кашектена одного мергена да здесь мы значит сейчас на рыночную площадь торговцу оружием о надо было у него взять тяжелый шестопер тяжелого всадника маринстерн каленый большой двухручник 12000 49 34 скоро 96 каленый свадийский двухручник хорошие двухручники так сейчас мы продадим это и возьмем эти каленые двухручники купим их это все продадим она нам не надо это все большие сабли тут эти киридские сапоги эти всякие тут так что у нас со стрелами треснутый тугой отбалансированный большой топор не ну не нужно мы отбалансированный большой топор мы возьмем каленые двухручники где скорость конечно у них такая себе ну все равно 49 не 45 на 4 единицы да ладно господи не не полно можем себе это позволить 54 52 54 шапка 50 будем брать больше по 50 шапки у нас есть значит с лошадьми тяжелый упрямый и хромой не нужны нам не тяжелый не упрямый не хромы все уходим значит сразу мы ави мы уже давали какой-то давнюю там отбалансированный значит амбри мы даем на то и вооружение снаряжение мы и даем каленый большой вот каленый большой так и шаре мы даем вооружение снаряжения у нее здесь большой двухручник 45 30 а мы дадим 49 34 каленый свадийский двухручник дадим все вот эти два больших двухручника ну и значит а кто у нас там мэла софия с минут час мин надо дать один большой двухручник на твое снаряжение я помню что не хватило большого двухручника все неважно и амбра давай-ка забирай у нас эти мечи они продавали на уже него не нужны особо кто его знает может она думаю еще сделать несколько лучниц ну единственное что меня сдерживает этот шоу просто но длинный список отряда и как-то типа немножко неудобно как-то в это вот выглядит все как-то неудобно его прокручивать этот искать там а так на самом деле о господи так не теперь мы значит в лагерь повозку с походным арсеналом и тут мы возьмем что-нибудь какой-нибудь еды у нас есть еда мы сейчас что-нибудь возьмем вчерашнюю свинину доедают хлеб им да да будет добавим то яблоки какие-нибудь все так мы будем потихоньку добавлять добавлять какой-то еды это надо отдать все замок вот и все надо ехать же их попробовать что-нибудь там построить чтобы он стал богатым и потом поменять на асаудин или на дебайн я не думаю что при если он не хочет при отношении плюс 33 менять и это самое деревню то понятно что тут даже при отношении 100 не поменять да но это все будет уже в следующем видео да на следующем видео а пока все